Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. В Барнауле прошел четвертый этап национального лесного форума. В этом масштабном мероприятии приняла участие и делегация из Хакасии. Какие вопросы и проблемы там обсуждались, об этом мы попросили рассказать министра природных ресурсов и экологии Хакасии Юрия Соколова. Юрий Владимирович, здравствуйте! Приветствую, Александр! Юрий Владимирович, скажите, в чем главная цель данного прошедшего форума и какие вопросы стали там ключевыми? В целом форуме обсуждался вопрос лесовосстановления. Это сейчас приоритетная задача правительства и государства в целом. Это сохранение, приумножение лесного комплекса в Российской Федерации. Если по республике сказать, у нас показатели достаточно высокие, мы каждый год перерастаем и площадь лесов у нас увеличивается, причем разрыв между рубками, которые происходят в настоящее время на территории республики, и лесовосстановлением у нас идет очень положительная динамика. Поэтому мы с коллегами обожиделились в том числе своим опытом. И в рамках Сибири у нас, наверное, два такие уникальные субъекта. Это республика Хакасия и Алтайский край, где, в принципе, вот эта тенденция положительная, она сохраняется. Юрий Владимирович, а на каких территориях сегодня в Хакасии высаживается лес? В целом, на территории всей республики у нас 13 лесничеств, и каждое лесничество у нас участвует, ну, так сказать, в этой программе. На сегодняшний день мы завершили порядка 90% посадок. У нас на осень остались только темнохвойные, в основном это кедровые насаждения будут. Ну, опять же, из-за того, что есть свой регламент, да, именно высадки данных культур на территории. Поэтому еще осень немножко была такая затяжная, дождливая, и, ну, не удалось добраться просто до мест посадки. Поэтому мы их перенесли на осенний период, но, в принципе, здесь никаких трудностей не будет. И мы в целом все показатели, которые у нас есть, мы их выполним. Примерно это у нас будет 7 миллионов посажено деревьев. В основном это преобладает у нас сосна и кедр. Если говорить о посадочном материале, мы справляемся своими силами? Да, у нас в системе министерства существуют свои питомники, и мы сейчас пытаемся возродить их работу. В целом весь посадочный материал, который мы в этом году посадили, выращен на территории республики Хакаси. То есть мы, ну, фактически ничего не закупали у других субъектов. По этому показателю мы тоже лидируем в Сибирском федеральном округе. Ну и работа по восстановлению питомников, по их видовому составу, она в настоящее время будет расширяться и приумножаться. Потому что в данном направлении, ну, череда лет проходила немножко такой усеченной работы. Ну, настал, наверное, тот момент, когда именно посадочный материал, он сейчас очень востребован, и мы можем, опять же, на этом дополнительно зарабатывать финансовые средства. Юрий Владимирович, и в продолжении темы лесовосстановления. В этом году в данной работе вам помогали и волонтеры. В начале лета вы проводили для них масштабную такую акцию. Давайте ненадолго прервемся и вспомним, как это было. Для лучшей приживаемости необходимо при посадке смачивать корневую систему саженцев. Для этого подготавливается ванна в земле, заливается водой и разводится как бы грязь в воде. Мастер-класс по посадке вечно зеленых от главного помощника местных лесничих. Андрей Васильев – идейный вдохновитель акции. Мужчина собрал волонтеров, научил нехитрым премудростям и вывел на опушку. Организаторы подчеркивают, о проблеме сохранения флоры надо говорить постоянно. Но еще лучше подкреплять слова делами. А их хватает. Только на этом участке нужно высадить около 50 гектаров молодых деревьев. Ну, 3000 штук на гектаре, да. Ну, какая приживется, какая нет. Раньше садили и по 5000 штук. Народу много, постараемся, может, за день сегодня посадить. Снег и ветер не дали лесным нянькам времени на отдых. Чтобы ускорить процесс, пришлось разбиться на пары. Мужчины копали лунки, женщины сажали сосны. Работа только в подготовленных траншеях. Увеличение лесного фонда в Хакасии ведется регулярно. В этом году сотрудники Минприроды собираются высадить на территории республики порядка 5 миллионов саженцев. Юрий Владимирович, продолжая наш разговор, в ходе форума также была поднята тема о незаконных рубках в этом направлении. Какая работа проводится на территории нашего региона? В этом году в республике увеличилось количество лесных инспекторов на 28 единиц. И это дает свои дополнительные плоды. То есть у нас вырос показатель выявляемости незаконных действий. Поэтому работа продолжается. Я думаю, что она даст еще на будущее достаточно положительный эффект. Часто под использованием лесных ресурсов подразумевается заготовка древесины. Но есть и другие богатства лесов. Это ягоды и грибы. Им уделяется какое-то внимание на федеральном уровне? Эту тему затрагивали в ходе форума? На форуме была отдельная площадка по вопросу обсуждения так называемых дикоросов. Это ягоды, грибы, полезные травы и так далее. Вопрос очень интересный, актуальный. Здесь у нас есть очень положительный опыт Томской области. Они сейчас лидеры у нас в Сибирском федеральном округе. В целом, наверное, по России. В настоящее время непростой вопрос. И с законодательной точки зрения очень много пробелов. Но у нас, опять же, на территории республики есть очень большой положительный опыт, который был в советское, правда, время. Как раз, наверное, тоже настал тот период вспомнить все, что было хорошее, применять сейчас в нашей жизни. Поэтому, надеюсь, в ближайшее время мы тоже целый кластер возродим и приумножим, чтобы он приносил и непосредственно пользу для населения, кто будет и заготавливать, и потреблять. Потому что мы все понимаем, что это экологически чистый продукт, выращенный, опять же, на нашей территории. Также у нас в настоящее время как раз на носу сезон заготовки дикорастущих. Ну, это в основном орех, ягода. У нас есть приказ, в соответствии с которым для каждой территории определен срок заготовки орехов, ягод и всего остального. Поэтому жители сейчас уже начинают интересоваться. Мы его выставим в открытый доступ. И каждый может по своей территории посмотреть сроки именно, чтобы не нарушать законодательство. Также будут дополнительно выставляться патрули в лесном фонде, которые будут контролировать именно заготовку. Ну, в основном это у нас кедрового ореха, чтобы способы заготовки соответствовали, не повреждались деревья, так называемые молотками не бились. И в целом здесь, ну, тоже как сказал, в данной отрасли нужно наводить порядок. И, ну, один из вот таких ключевых моментов, конечно, на сегодняшний день – это охрана. Также одна из немаловажных задач – это борьба с лесными пожарами. Я знаю, что на форуме были продемонстрированы современные системы обнаружения и тушения лесных пожаров. Что из этого уже, может быть, есть и используется в Хакасии? В целом вопрос тушения лесных пожаров, он очень уникален, и для каждой территории он своеобразен. Потому что то, что фактически используется в Алтайском крае, ну, невозможно использовать в Республике Хакасия из-за, ну, своего рельефа и особенностей территории. Поэтому у нас создан свой уникальный комплекс для предотвращения лесных пожаров. И в этом году он действует очень эффективно. У нас возрос показатель непосредственно обнаружения лесных пожаров и локализации на минимальной территории. То есть вот мы вышли на показатель 0,01 гектара. То есть, ну, в принципе, за последнее время, ну, такого у нас не наблюдалось. Поэтому тенденция, она положительная, и нужно ее сохранить. Но, опять же, здесь не стоит забывать, что лесные пожары – это природное явление, и к ним нужно относиться именно с точки зрения природы. И не всегда это зло. В некоторых моментах это, ну, и благо, потому что лесной фонд, он тоже должен обновляться, и, ну, здесь целые экосистемы на этом завязаны. Мы со своей стороны в этом году и сократили площадь до лесных пожаров, опять же, из-за их раннего обнаружения и быстрого, быстрого принятия мер по тушению. То есть у нас в целом 29 пожаров на сегодняшний день наблюдается на площади 232 гектара. Средняя, то есть площадь пожара получается 8 гектар. Ну, вот такие у нас на сегодняшний момент цифры. Но все-таки то, что пожаров стало меньше, здесь роль играет и подготовка к пожароопасному сезону. Ну, а какие меры вы принимали, чтобы все-таки сократить количество возгораний? Ну, вот, как уже сказал, то есть у нас фактически подготовка начинается с глубокой осени, когда мы завершаем пожароопасный сезон, выпадает снег, да, и мы готовим уже технику людей к следующему сезону. То есть, ну, весь зимний период подготовка продолжается, закупаются горюче-смазочные материалы, то есть обновляется техника, запчасти, ну, и готовятся люди, потому что в настоящее время, да, тоже мы понимаем, что в лесной отрасли в целом, ну, и в частности в отделениях пожаротушения отмечается острый дефицит кадров. Ну, тоже на форуме мы этот вопрос обсуждали, и, ну, в целом, да, по отрасли, и отдельно по территориям, потому что вопрос, он сейчас общий, и, ну, решение, оно тоже должно быть исходить, то есть от федерального центра, и по мерам поддержки именно людей, которые работают в лесу, здесь нужно обсуждать в правительстве Российской Федерации. А что стало итогом прошедшего форума? Как планируется решать вот те проблемные вопросы, которые были подняты? Барнули проходил четвертый этап форума, именно в целом по Российской Федерации их будет шесть, и по итогу в Государственной Думе на основании работы вот этой, ну, общероссийской, да, будет собираться большое совещание, на котором будут обсуждаться проблемы отрасли и, опять же, пути их решения, ну, в частности, изменения законодательства, дополнения, и, ну, опять же, немаловажный вопрос сохранения все-таки кадровой политики. Юрий Владимирович, спасибо за беседу, это была программа «Вопрос дня», увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова